в результате были получены две модели модель полученную оцифровкой далее работа велась с объемным объектом у него толщина больше всего будущего поэтому было решено списать 3 кг для полузерной цифровки должны быть построены две модели модель цифровка векта и дашь модель и дашь модель будет построена позже и так показано что получение полноценных моделей оцифровкой до логического волнового фронта возможно и хочется также отметить что для получения качественных моделей необходимо во первых коллекция что-то снимков во вторых детектирование моделей то есть их масштабирование обрезка и абитация и также для более качественных моделей возможно необходимое увеличение числа программ используемые для цифровки спасибо за внимание спасибо Мария Сергеевна давайте у меня вопрос по актуальности а если вы говорите что фоткограммедрия это правда? да потому что широко известная методика то почему не появление одной публикации где это использовалось? потому что не использовались для оцифровки объектов или в чем уникальность ваша работа уникальность в том что вы оцифровались с голограммом да ну а другие работы там где нет с голограммом привели бы примеры как делают другие люди ну там иностранные это тоже и коллеги из России просто для подтверждения того что это действительно ну вы написали что он широко используется нужно показать что он широко используется за 8 за 8 за 8 за 8 что это у нас у вас 7 или стрибуция сюда, где она да извините я не изминала на 4 можно я расскажу давайте пройдемся со второго слайда вот здесь высокое разрешение голограмм наверное правильно писать высокое разрешение гомографических средств потому что сама голограмма это носитель правильно все-таки сказать когда вы на нее записываете возможность записи это первое дальше у вас название заявлено нескольких голограмм актуальность ну она здесь в общем-то отражена общая актуальность но актуальность вот именно нескольких голограмм мне кажется здесь еще есть над чем подумать потому что конкретно цель вашей работы то есть вы от этого слайда переходите к цели вот если вы следующий включите слайд то как раз будет по несколько голограмм надо как-то это правильно подать да почему несколько зачем несколько то есть как-то вот что это было не сделано именно здесь то есть преподнести правильно вот потом четвертый слайд совсем по-моему очень блекло смотрится здесь ну вот вы рассказываете о методах хорошую иллюстрацию перепринести как что такое фотокометрия может быть там блок диаграмма как это делать сфотографируется потом производится обработка здесь просто ну какие-то квадратики которые непонятно что здесь надо явно над этим слайдом тоже поработать я могу показать дополнительные слайды ну я думаю что если у вас есть хорошо просто в принципе лучше показывать наверное сейчас чтобы уже как так и чего-то у меня еще пятый слайд помечен а да вот и пятый слайд мне кажется у вас здесь по сути идет тоже мотивация вашего исследования это ограниченный угол обзора да и вы как раз жирным его выделяете опять же логичнее его наверное поставить перед целыми и задачами а это внести тоже как одну из задач которую и уже раскрывать потому что у вас сначала идет вроде актуальность потом установка потом еще одна актуальность то есть вот этот слайд по сути ну некая тоже мотивация вашей работы да что там какие-то проблемы то есть это обычно перед задачами ставится и еще сейчас а да и собственно вот ваши результаты вы проделали довольно большую работу там но сейчас видны только ну в общем у вас получилось какой-то результат вы его показали но может быть стоит показать что ну что значит не было все так просто да в какой-то момент то есть обычные настройки без вот этих вот ограничений без преодоления этих трудностей сейчас это не читается из презентации стоит вот это тоже добавить то есть ну вот слайды с вашими результатами у вас там уже результаты вы применили фильтры подавления шумов а до того как вы это не применяли ну возможно стоит показать просто разницу что ну собственно вы занимались все это время определением оптимальных условий сейчас они показаны несколькими слайдами и не видно за ними большую работу которую я знаю вы проделали что конкретно вы сделали в этой работе с такой вопросом в этой работе были вы конкретно вы я вот сделала я написала несколько килограмм больше чем было показано в работе потому что были дикеты и на регистрирующих следах и на килограммах и далее строила TDA модели по оцифровке объекта и этих килограмм и собственно определяла более оптимальные параметры для простреления этих моделей я правильно понимаю что экспериментальная установка была вам дана в лаборатории вы ее не собирали нет такой вопрос почему вы выбрали такой лазер 640 нанометров почему не 550 потому что такие регистрирующие следы были доступны да второе то есть регистрирующие схемы вы использовали и почему регистрирующие следы это пластинки FG03M компании вы видите широкая красная область 630 и 650 почему 640 потому что попадает в диапазон ну да но в лаборатории не дают но все равно такой лазер надо подумать как отвечать этот вопрос потому что такой ответ не подходит то есть нельзя говорить только для того чтобы был доступен такой лазер потому что в красном домике даже лазеров гораздо больше надо подумать как отвечать на этот вопрос а он будет у вас и что-то вы говорили про шумы что вы убирали чуть-чуть решения вы делали а что вы сделали на фотографиях раньше на фотографиях каким образом тоже ничего не сказано ну подробностей нет книжки то есть вы хотите сказать что нужно показывать если вы что-то сделали лучше об этом рассказать потому что это дополнительное ваше преимущество вашу работу показать где и как че она была ну какие технические ну не знаю технические характеристики которые вы использовали для улучшения там каких-то вещей работа выглядит работа хорошая но выглядит худше то есть как будто вы только начали эту работу и ну как-то она очень короткая хочется продолжения ведь там не хватает каких-то деталей чем больше деталей вы принесете в работу тем она будет лучше на защите не хотелось бы переворвать слайдами информации а мне не хватило нужно здесь работа не видна вообще вот объекты вот изображение то есть как и что как вообще что делать в этой работе тут вообще а какие выводы можно это позвольте в студенте сейчас сижу и у нас тут лучше сейчас все 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 в главное ценных моделей голодовом полноценные и неполноценные оцесовкой голодовом фронтов обмена были раньше работы по той же ранней тренировки сказать что возможно не очень понятно зачем на первом слайде надо увеличивать угол вот как вы увеличив число что углограмм ограниченный угл обзор и поэтому необходимо увеличить число углограмм а вы увеличили число углограмм и улучшили что-то вот и значит возможно увеличение числа углограмм ну да можно подумать потому что так еще спасибо следующий то чего а Здравствуйте, Владимир Владимирович Комиссии, коллеги, меня зовут Слава Алина. Сегодня я хочу представить вам свое исследование, которое называется «Использование международного обучения для численной обработки, и дискодированный пункт изображения», которое проводилось под руководством Станинского Олега Алексеевича. Тема моего исследования связана с существующими видами экспертизы художественных произведений. На данный момент существует два вида. Это художество, историческая атрибуция, которая заключается в исследование специальным специалистам на глаз с точки зрения исторического и искусствоведческого знания и экспертиза с использованием лабораторного исследования. Не трудно наблюдаться, что экспертиза с использованием лабораторного исследования является на данный момент очень перспективной, так как исследование одним специалистам не может дать 100% результатов в силу всяких человеческих факторов, опыта специалистов и области националов. Четко заметно, как оригинал отличается от исследований в экоаспекте. Можно заметить прорисовки актора, которые были на холсте. Можно заметить почерк актора, отличить подделку от неподделки и так далее. Технологические исследования лабораторные также делятся на два типа. Неразрушающие методы и методы, следующее отбор проб. Не трудно догадаться, что неразрушающие методы на данный момент используются чаще всего, так как в экоаспекте можно выдвинуть вовнутреннюю структуру образца, можно посмотреть слои, можно посмотреть нижние слои и, соответственно, никак не трогая никак объект исследования. Здесь я привела пример картины и ее исследования с помощью неразрушающих методов. Это жильейская нарисовка из Государственного музея имени Кушкина. Рентгенограмма, конечно, и крайне плохо видно. Четко виден холст, подрамник, виден нижний грунтовой слой. А также при более детальном рассмотрении можно заметить, что автор оставлял надпись на обратной стороне холста и с помощью цифровой обработки можно заметить эту надпись. Снимок в ИК-лучах позволяет заметить эскиз автора, который наносил автор. То есть заметить, что были нанесены складки, например, другие рисунки. И можно увидеть, какие правы приносил закрашивать, когда заказывалась картинка и так далее. Снимок с использованием ультрафиолетовых лучей позволяет состояние лака. На данной картине он по краям пооткалывался, что свойственно картинам связан с перевозкой со временем. Микросъемку фрагментов картины также позволяет специалистам, которые знают определенные предметы, знают определенные методы нанесения краски, определить состав краски. Процесс лабораторного исследования значительно упрощает работу реставратора, но надо понимать, что процесс выявления дефектов, например, тем не менее, остается очень затратным, особенно на больших объемах отработок. Его можно откомментировать с помощью методов машинного вручения, которые будут основаны на вооружении теплых пятен. Здесь приведет пример изображения из государственного медажа. Женщина – это оригинал картины, это рентгенограмма. Можно заметить, насколько сильно они отличаются. Теряется прическа у женщины, вызывают дефекты, которые необходимо уже специалисту, с которыми необходимо специалист работать. Что же вырезают цели и задач моей работы? Это создание программы с открытым исходным кодом и использование методов машинного обучения для детектирования дефектов при рентгенографическом исследовании картинной живописи. Вновь будет создан тест-объект с внесенными дефектами. Объект отсканирован. На помощь рентгенографии получены его цифровые подражения. Также параллельно реализуется программа с открытым исходным кодом в языке ПАТЕН. И сам объект адресируется в написанной программе. Перед созданием тест-объекта я провела эксперимент по вычислению минимального размера дефекта. Я взяла картинку с нужным разрешением и искусственно нанесла на нее дефект с помощью фотошопа. Наименьший размер дефекта, который удалось нанести на мой компьютере, это 17 на 21 пикселей. В переводе на мой тест-объект это получилось примерно как раз со стороной полкова Милета. То, что я перешла к созданию тест-объекта, это картон, на который наносили свинцовые грила. Выбор их аргументирован тем, что большинство художников использовало как раз эти грила в качестве грунтового слоя. И также искусственно внесла дефекты, просто обойдя части картона. То есть вот эти вот прижитки, которые заметны надежды, это просто картон. Тем самым я имитировала дефекты в грунте картин, которые впоследствии не заметны. Тогда уже картина прорисована. Вторым этапом было создание, прорисовка акриловыми белилами. Я нанесла два слоя акриловых белил, эскиз и, собственно говоря, само нанесение цветного акрила здесь. Эх, вроде, на человека Малевича. Далее я пришла в лабораторию государственного эрмитажа, где мы воспользовались рентгенографической установкой с генератором, прибор цифрового управления, где мы установили, мощность примерно 30 секунд и время инклюзива 30 секунд, что в целом достаточно в силу того, что у нас достаточно тонкий объект, он не требует большей мощности. Ну и, соответственно, приемочная машина, которым мы воспользуемся для проектов и пленки. По теории рентгенографического анализа хочется обратить внимание на пунктах поглощения атома рентгеновского излучения. Он непосредственно зависит от порядка номера атома, что в целом подтверждает то, что на картине мы видим в целом основном грунтовый слот, потому что используются свинцовые белила, свинец, тяжелый металл, а, например, в нашем случае цитатовые акриловые белила не видны, так как он не заметен на рентгеновском излучении. Изображение, полученное в ней в степленке, требует инвертирования. Я, собственно говоря, с помощью программного кода передала его по меня цветами местами. И приступила к реализации программного кода. Я использовала интегрированную среду PyCharm и множество бюджетек, в том числе OpenSleep. В связи с тем, что мои способности к рисованию не такие большие, так сказать, можно заметить множество крапинок черного цвета, множество мазков, которые не прорисованы. Все это не является дефектом, это является своеобразным почерком автора. Поэтому от этого нужно избавляться. Для этого я воспользовалась размытием. Для этого я использовала функцию Gaussian Door в библиотеке OpenSleep. И можно заметить, что мазки немного смазались, а основные дефекты, тем не менее, остались на месте. Далее я перешла к использованию методов машинного обучения. Здесь уже конкретно я использовала методы генерализации и кластеризации. Подробнее рассмотрим их. И для начала хотелось бы обратиться к цветовым пространствам. В компьютерном цветовом пространстве каждая точка представляется собой цветом с определенными координатами. И за счет этого программа может переводить цвета, менять цвета, менять анализ, менять количество каналов. По поводу количества каналов изображение делится на три типа. Это обычное цветное изображение RGB-3 канала, изображение в пространствах серва, где содержится только один канал. И бинарное изображение, где содержится только два цвета, один ноль, черный-белый, белый черный. Соответственно, с бинарным изображением мы будем работать. Процент генерализации реализуется с помощью пороговой функции. То есть восстанавливается конкретный порог, в моем случае 100. Все яркость пикселей, которые больше этого порога, принимают значение 1. Максимальное установлено значение в моем случае это 1. И ноль, в случае если меньше. То есть здесь представлено распределение пикселей по яркости в исходном изображении в градации серого. И бинарное изображение мы видим только 1 и 0. В бинаризации автоматически в моем ходе подбирается порог для пикселей. Я искусственно подобрала порог 15. Можно заметить, что пропадает множество дефектов. А при слишком большом пороге, 200, наблюдаются лишние ненужные дефекты. То, что я назвала почерком автором, условно говоря. Программа автоматически подобрала, что порог 100 наиболее эффективный, наиболее вредный. Далее идет процесс кластеризации. Процесс кластеризации – это процесс группировки. Дело в том, что некоторые дефекты составны. Как, например, вот здесь подбирается дефект. Можно заметить, что он стоит из нескольких кратинок. И хочется, чтобы программа выделила его множеством прямоугольников, а выделила как один эффект. Как я представила результат обновления дефект без применения кластеризации. Каждая точка, каждый пиксель выделяется прямоугольником. Программа думает, что это свой отдельный эффект. А после применения процесса кластеризации можно заметить, что дефекты уже объединены в целые группы. Собственно говоря, анализируя методы кластеризации, можно заметить то, что вносила я 8 дефектов. Обнаружено 10 – вот этот и вот этот. Обнаружены, скажем так, как погрешности случайно. И, скорее всего, это медработка метода генерации, с которыми стоит работать. А также вот этот, например, дефект обнаружен не полностью. В верхней части почему-то не выведена. Это уже требует работы метод кластеризации. Собственно говоря, вот результаты полученные для работы на тест-объекте. То есть имитация, имитировала я художественные произведения. Вот мы видим картину, да, она в отличном состоянии, кажется, казалось бы, да. А на самом деле мы понимаем, что под слоем краски хранится множество дефектов, которые требуют каких-либо доработок и уже дальше работы с реставратором. Собственно говоря, по выводам… Ну да, здесь я уже… Ну да, где-то, 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 где-то дорабатывать еще. Выводы. В ходе работы я создала тест-объект с ранее внесёнными дефектами, имитирующими настоящие художественные произведения. Мы отсканировали на рентгенографическом аппарате и отцифровали, реализовали программный продукт с открытым исходом-входом в языке Python и реализовали различные методы, такие, бенализацию и пластеризация, проорганизировав и проорганизировали полученные результаты. Спасибо, Ваня. А у меня вот вопрос такой. Здесь Сергей Павлович Ёмкер выступал, и вот у вас очень похожие задачи. Названия вроде разные, а цели и задачи, они как-то очень похожи выглядят. Мне кажется, это не очень хорошо, учитывая, что вы, наверное, так же вместе учащаться будете. Ну, да. Хочется каких-то пояснений и, может быть, даже предложить каких-то корректировок, потому что вроде как названия разные, а, собственно, с целью задачи они очень похожи. Наверное, надо как-то подумать и внести различия между вашими работами, выделить характерную часть у каждой из работ, да, потому что и у него тоже было машинное обвлечение в конечном итоге, да, и вот. Ну, вот тут хочется добавить, что... Да, наверное, это стоит показать. У меня программа с открытым исходным кодом, это, во-первых. Во-вторых, реализуется на языке Python. В чём основное отличие? Matlab – это всё-таки более научная такая, да, научный предмет. А Python – это более распространённый и исходный код открытый. То есть я хотела бы реализовать это в какой-то более серьёзный продукт, чтобы реставратор, который понятия не имеет, что такое друзья, или этого, ну, допустим, да, он видит картину, видит, что это Малевич, а больше ничего он не знает. Хочется, чтобы он взял вот какой-то продукт, да, и там уже была эта программа, чтобы он мог её запустить, и она находит в нём эти дефекты. Чтобы ему не нужно было разбираться в бинаризации, в пластелизации, это вот именно преимущество открытого исходного кода. А в случае серьёзной работы это более академическое такая, скажем так, академическое использование, уже более научными исследованиями. На предыдущем слайде надо показать, где-то про актуальность, где вы говорите, что тогда больше внимания уделить на открытый вход, да, и, может быть, даже упомянуть вот работу вашего коллеги, что вот есть такие, ну, сразу, как бы, предотвратить этот вопрос на его появление на иностранной стороне. Спасибо, я согласен. Поскольку вы, по-моему, выступаете здесь, пожалуйста, после, значит, придётся вам отбываться, да? Я понимаю, да, я готова. У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Чем обусловлен именно картон, как рассматривание, которое выносили эти картины? Ведь, насколько мне известно, больше всего картин, которые на клад старт делаются. Да. Ну, холст, во-первых, как раз дороже был в нашем случае, да? Это первое. Второе, что холст, что картон, мы знаем, что мы будем рассматривать на рентгене, они там были бы не менее, пациент по влащению, он бы, пациент по влащению маленький, мы бы не заметили ни в холст никаком, в целом это никак не влияет на результат именно вот сканирования. Поэтому, здесь шлюзна, и удобство использования мы переносить, могли эти маленькие. То есть, холст бы пришлось бы на подрамник натянуть, да? Это была бы дрябочка. И еще у меня такой вопрос, в чем измеряется мощность? А, на объекте? Ну, вот, 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 вот. В чем она измеряется? Вольф. Да, да, вот. Надо вспомнить, в чем измеряется мощность. Вот, и еще про фотошоп. А про фотошоп? Боюсь, не можем здесь сейчас пользоваться фотошопом. Пейнт. Пейнт. Я использовала пейнт. Ну, я на самом деле использовала пейнт. Не использовала, прошу, если что-то зло. Ну, просто сначала. Да, да, да. Что-то не сделать сами наши люди. Да столько всё тупо. Вот, и на самом деле, что он не подполагал, а потом на него ответили, что он просто вот здесь сделан в движении. Да, я в этом муше, что в нашем обучении у нас есть одна господина Ольга Алексеевна, которая работает до нас из металла, из Денис предоставил множество экспериментальных, вот именно уже сценированных изображений. То есть, грубо говоря, я нагрузила всю эту машину, как базу данных, она научилась, что вот это выгодно, вот это выгодно, и подбирает, когда наиболее выгодный получатся. Я просто предоставила, как пример, что разный порог, он как он влияет на металла. Ну, кто-то, хотелось бы, наверное, какие-то, это какое-то пожелание, скорее. Количественные оценки нам тоже хорошие, не очень хорошие. То есть, пластеризация нашей идеальной. Используемся. Все, спасибо. Ну, понятно, что сам коммерческий, это плохо. Да, сходная задача. У нас небольшие картинки. На наших картинках мы этого не заметили, но нам предоставлялись более большие картинки, и мой ход на питоне работает чуть быстрее. Я бы сказала, что по времени можно сравнить, да? Точно не скажу сейчас, данные, наверное, это хорошая идея для сравнения, но ход на питоне работает быстрее. А что связано с самих конечных результатов? Самих конечных результатов. Они согласуются? Да, они согласуются. У нас разные объекты. Возможно, нам стоит, может, как-то, но он где-то что-то. Да, попробуйте. Да. Вот такой вопрос. Сказали чуть быстрее. А каковы характерные вообще времена? Грубо говоря, 20 на 20 сантиметров? Вот такую картинку, да. Картинка у меня. Все зависит, опять же, от порог линализации. Чем, соответственно, больше порог, тем больше пикселей нужно менять, тем сложнее программа считает. Ну, а здесь вот был выбран порог 100. В целом, что всего, 8. 8 тысяч пикселей, это считалось уже минутой там больше. Я думаю, здесь часы сдали. Так, далее еще. Еще по излучению груза. Я думаю, что же сзади. Нет. Не быстрее, как процесс приходит. Ну, это так, скорее всего. А, а что происходит? Там где-то излучение Е и излучение Я, по-моему. Вот. Подражено и К излучение Е. А, да-да-да, все, я понимаю. Спасибо. Еще. Спасибо. Спасибо. А если нет, все, поблагодарим. Повторим Владимиром. Повторим Владимиром. И у нас гостям Александр Борович. Продолжение следует. Добрый день, тема моей дипломной работы — это Чистенная Центра трёхмерной поверхности установленного объектного волнового фронта и мой научный руководитель — это Волгий Николай Сергеевич. Как известно, в мире существует бесчисленное количество исторических артефактов, которые веками становились лишь ценнее для нашего общества. И в связи с этим возросла также необходимость сохранения данного культурного наследия. Конечно же, музеи тщательно оберегают подобные ценности, но, к сожалению, это не является панацеем. Артефакты имеют свойство разрушаться, деформироваться с течением времени, а реставрация может кардинально заменять внешний вид объекта. Также существуют такие методы хранения информации, как текст, фото, картины, видео, лазерное сканирование и другие. Не все эти способы, однако, уступают информационной тонкости изобразительным голограммам. Теоретически, разрешение изображения восстановленного с голограммы достигает 300 мм, однако численные оценки еще никто не проводил. Сохранение публика объекта в виде 3D-модели со всеми численными данными позволит в будущем достоверно восстанавливать информацию о реальных артефактах. И также не стоит забывать о том, что некоторые объекты уже были утеряны и остались лишь голограммы. На самом деле это могут быть не только какие-то объекты, это также могут быть изображения людей, в плане голограммы, изображающие людей и так далее. Итак, таким образом, цель моей работы заключается в том, чтобы показать возможность численной оценки объекта полученного из 3-ммерной поверхности восстановленного с изобразительной голограммы объектного голограмма. Для достижения данной цели были выполнены вот эти задачи. Во-первых, это запись отражательного голограмма исследуемого объекта по методу Юрия Николаевича Денисюхова. Во-вторых, это отспорка объекта, не восстановленного с голограммой объектного голограмма методом секрамифии. В третьей очереди идет выполнение остроения матриц-высок для полученных моделей объекта. Что это такое, вы увидите в конце. Также проведение сравнительного анализа полученных моделей объекта. Для выполнения поставленных задач требовалось подготовить два объекта исследования. Собственно, сам объект и его аналоговая голограмма отражательного типа. Регистрация голограммы проводилась по методу Денисюха и на слайде представлена принципиальная схема. Здесь же вы можете видеть подобранный для моего исследования объект, который удовлетворяет требования для записи голограмма. На самом деле, чем он хорош, тем, что он полностью белый, достаточно тяжелый, рельеф хорошо читается, что немаловажно будет последствия при оцифровке именно голограммы. В целом, благодаря всем этим свойствам, голограмма получилась очень качественной. Плюс ко всему, было потрачено немало усилий для того, чтобы прикрепить сам объект для записи. Так сказать, пришлось им пожертвовать во благо науки, поскольку он приклеен на суперклей. Да. Будет его, собственно, записанная голограмма данного объекта. Для оцифровки использовался метод фотограммедии, о котором уже сегодня упоминалось. Его суть заключается в построении трехмерной модели объекта и серии фотографий. При работе с голограммами необходимо также воссоздать условия записи. То есть, при записи голограммы, пластинка находилась под углом люстра от оптической оси. И, соответственно, свет, когда мы оцепровываем голограмму, он тоже должен падать под этим углом на голограмму. И вот была получена серия снимков по пределам угла обзора. Что конкретно здесь происходит на схемах? Во-первых, слева, на рисунке слева, h – это у нас голограмма, d – это расстояние от голограммы до камеры, которое у нас приблизительно равно 20 сантиметрам. Почему приблизительно? Потому что съемка далась вручную, то есть камера держалась в лесу. Естественно, нельзя было беспроверно вот так вывести камеру. Однако у нас уже ведется разработка установки, и она почти завершена, о чем вам расскажут позже. И я очень надеюсь воспользоваться этой установкой впоследствии. Далее, c – это камера, d – это угол обзора восстанавливаемой объектной волны, который приблизительно равен 87 градусам. По поводу рисунка в центре, собственно, здесь показано все то же самое, что и слева, только в ходе предъявления волны. Здесь показано угол альфа, это угол равный 90 градусов в минуту, точка угол брызгера, о чем я упоминала уже. А по поводу рисунок справа – это схематичный рисунок постамента для проведения съемки объекта и голограмма. Под номером 1 расположена голограмма или же объект. 2 – это камера, стрелками показано, как двигается камера вокруг объекта. 3 – это непосредственно постамент. Для него использовался обычный мольвет, поскольку пока что установки глобально масштабные для съемки нет. 4 – это гибкое крепление для осветительного устройства с прищеткой. 5 – это источник белого света. И с первыми показано, как я и сказала, направление. Таким образом, я перехожу к следующему слайду. Для реального объекта было сделано 200 кадров. Далее, при помощи программного пакета «Раскопные дыши» была получена его трехмерная модель рельефа. Уточню, что в моем случае строится именно сама поверхность объекта. То есть была важна лицевая часть. Это не как в случае с дипломной работой Марии, где она совмещала две стороны – лицевую и заднюю. У меня важна именно лицевая. И аналогично все делалось для глаза. В методом итерации было выявлено, что выбранный пакет программ подходит для построения моделей лучше аналогичных. Из плюсов – это бесплатное использование, что немаловажно, отсутствие ограничений по количеству кадров, и возможность задавать размеры объекта прямо на фотографиях перед построением модели. То есть там открывается сам пакет программ, подгружаются фотографии, и на фотографиях, они отдельно открываются, можно выбрать самые удачные и проставляются парочкой метров, чтобы создать высоко, ширину и так далее. И так нужно сделать хотя бы на двух двух фотографиях, чтобы размер был максимально точным. Дальше его уже можно регулировать по любой другой программе. Отдельно проводился эксперимент для уточнения оптимального количества кадров при построении модели. Обычно это 100-150 кадров, однако данное число может возникнуть в зависимости от самого облика. И в моем случае на отметке 200 кадров было выявлено наилучшее качество, и дальнейшее их увеличение не принесло существенных изменений. Стоит заметить, что перед построением данной модели необходимо удостовериться в качестве полученных клипов, а также провести тщательную обработку для удаления шумов, клипов и других диклеток. Но всего этого можно избежать на этапе выбора камеры и на этапе съемки. И как бы в моем случае мне повезло, у меня особо никаких шумов не было, поэтому здесь представлены модели без какой-то дополнительной обработки на этапе съемки и фотографии. На данный момент вы наблюдаете предварительный результат моей диктованной работы, и в ближайшем будущем будут плюсы еще некоторые корректировки. На видео слева представлена матрица высот реального объекта. Далее на рисунке представлена матрица высот для информации, полученной из голограммы, а на рисунке справа будет отображаться тепловая карта разницы, то есть так называемого вычета. Таким образом численно будет показан рельеф реального объекта, рельеф объекта, информация о котором была получена из голограммы, и разница между ними, то есть насколько удалось сохранить информацию о реальном объекте, работая не с самим объектом, а с его голограммом, то есть это вот как раз тепловая карта вычета. И уже на данном этапе анализа видно, что добиться максимального сходства между 3D и 3DH моделями возможно и в скором времени будет численная кому подтверждена. И на этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Александр Владимирович. У меня такой вопрос, извините. Вы понимаете, что для защиты вообще много. Извините, я вообще нервничала, поэтому прибежалась бумажка и так в нее и цепилась. Спасибо. Спасибо. Вопросы. А можно сделать это замечание? Да. Я прошу прощения, я хочу прицепиться к вашей фразе, тем более вы читали. Вопросы. И там было, значит, ну вот на слух, никто не проводил численные оценки разрешения. Разрешение чего? Я сказала немножко не так. То есть не проводилась численная оценка как бы разницы между 3D и 3D. Вы сейчас говорите не то, что вы сказали, значит, потому что… Вот здесь надо четко представлять, что во-первых, лучше на защите не говорить, что никто на вас этого не делал, потому что вы можете ошибиться. Сказать понятно, это первое. И во-вторых, разрешение может быть как у гомограммы, так и у изображения, которые вы получаете. Это разные вещи. И в очень многое было в свое время сломано по поводу именно количественных оценок, которые во многих случаях зависят от той схемы, которую вы используете для условий восстановления. И тут надо понимать, что вы не первые, кто восстанавливаете гомограмму, где работаете по деятельности производства. Это понятно. И с этой точки зрения… Так. Вот по четвертому слайду. Ну, вы знаете, очень вызывает большие навекания у аудитории. Вот это вот оптическая… Хоть здесь и написана принципиальная схема, но вы же описываете оптическую схему записи. И здесь лучше идти по стандартному традиционному пути, а не подключить представление красного квадрата Малевича или черного квадрата Дениска. Это выглядит очень… Да. Ну, неприятно. Я бы так сказала. Снова рука рассмотрелась хорошо, как красно. Возможно. Да. Так, чтобы вам счастливы. Да. И слайд пятый. Можно получить следующий. Вот вы знаете, подумайте, как лучше сделать, потому что последняя строчка альфа равна 90 градусов, у вас выглядит как альфа оба Брюстона, да, 90 градусов. Значит, я… Вы потом четко сказали, и я поняла, в чем дело, но лучше не допускать вот этого двойственного понимания. А если я напишу… Ну, вы потом решите. Это можно так? Это нормально, если текстом… Ну, если даже угол… Значит… Ну, по крайней мере… Я не ваш научный руководитель, поэтому, если вы посоветуетесь, чтобы здесь было однозначное присправление. И в следующий слайд, седьмой… Так… Нет, наверное, следующий. Ой, седьмой. Седьмой. Матрица высот голограммы. Если комиссия увидит такую фразу, значит, будет очень неприятно. Значит… Вы потом объяснили, но на слайде этого не должно быть. Вы этого не делали. Ну… Да, я понимаю. Ну… Просто хотелось сократить количество текста. Сделать минималистично. Ну… Сокращать количество текста следует не за счет уменьшения. Поэтому здесь звездочка. Можно я тоже добавлю? Я, в принципе, с Ольгой Владимировной точно так же пометил это замечание, которое никто не говорил, то есть это действительно вызывает нарекания. И вот здесь, на этом слайде вычет. Вообще, в математике вычет значит совсем другое. Поэтому я думаю, что надо как-то все-таки это правильно назвать, чтобы не вводить… Хотя бы какая-то дифференциальная картина после таких случаев. Ну, я опять же не могу сказать. Ну, согласно с Михаилом Владимировичем. Это в виде тепловой карты будет показано, насколько различаются две модели. То есть модель… Ну, вот хотя бы с новое различие уже может быть воспринято как понимание того, чтобы вверх. И опять же здесь непонятно, когда вы какую карту показываете. Вот у вас модель, она трехмерная, а карта двухмерная. Это пока что приблизительная, как бы, тепловая карта. То есть это как пример, но она еще не совсем готова. То есть пока что… Вам надо определиться, да, как вы будете из 3D переходить в 2D и надо ли переходить. И как-то четко это задокументировать. Я думаю, вплоть до того, что может какое-то здесь уравнение показателя. Подход или алгоритм, как вы это рассчитываете. Ну, это делается в пакетах программ, то есть… Даже в пакетах программ есть, да, где показаны функции, как они работают. Хорошо. Вот это будет дополнительный. Партий программ, он не понимает, что он делает. Вот это будет… Еще раз возвращаясь. Если бы вы сделали подпись вот к этому рисунку, то что это такое? Вот все эти вопросы… Видите вопросы? А что это такое нарисовано? Матрицевый суд? Нет. Ну, это, во-первых, не матрица. Если мы видим картинку, то это не матрица. Да, понимаете, а вот как только вы бы написали, вы сразу бы для себя дали все эти ответы. Что это такое? Понятно? Просто есть такой момент, конкретно в программах, в которых строятся данные модели, да? Ну, то есть это как будто точек, вот, при этом на котором показана тепловая карта. Вот. И в самих пакетах программ… А при чем тут тепловая? Вот вы произносите слово «тепловая». Ладно. А ну, во-вторых, я не фигурую. Понимаете, да? Ну, да. А при чем тут тепло? Ну, там что? Что-то в зависимости от температуры исследовали? Да. Именно поэтому матрица высот. Да, да. И тепловая карта. Ну, так. Немножко в понятии тут что-то запуталась. Так. Еще. Вопрос. Можно, где предыдущие, там, где-то, 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 аж. Ну, вот. Кстати, нижняя – это стоколограмма, а верхняя – объекта. Да. К чему вам не повернут, например, так, чтобы верхушка была на верху, чтобы была на регулярной разнице? Я случайно это делаю, если честно. Возвращение. Я не могу. Я не могу. Я надо попросила. Чего? Спасибо. Спасибо. Тогда все, спасибо. Александру Владимиру Ивановну. Анастасия Константиновна. Вместо. Продолжение следует... 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 Для осознания того, сколько уникальной спековой структур находится в нашем диапазоне, был взял такой параметр, как корреляция. Диагональная прямая на данном графике показывает область, а спековая структура очень похожа. Видно, что ширина каждой области у нас около 540 ТГц. Следовательно, в данной диапазоне числа у нас существует 16 уникальных спеков структур. Подобрав все оптимальные параметры для установления изображения, мы как раз можем поступать к установлению изображения. Для излучения в объектном плече нам нужна суммарная интенсивность, приходящая на депиксельный детектор после прохождения объекта. В опорном плече нам нужна просто интенсивность спековой структуры на отдельных частотах излучения. Среди помощи строятся функции оценки изображения, которая будет проваляться на установленную изображение. Собственно, как изображение объекта было взято, какое изображение любезя, с конкуречным размером 20 на 20 мм. Минимальные характеристики размеры по вертикали и в результатали составляли 2 пикселя и находились в области глаза максимальные, в области носа и составляли 12 пикселей. Данный объект был установлен с помощью методов натомных изображений с используемым широкополосными проекционными значениями в дисципликционном уплотнении уже за 4000 итераций. Коэффициент корреляции между эталоном и реконструктивным изображением составлял 272. Для сравнения также изображение объекта было установлено методом также за 4000 итераций. Однако там процент корреляции составила всего лишь 0,49, ну и визуально видно, что фон более ярко выражен, а мелкие детали объекта, такие как глаза, еще более размыты, чем в момент дисципликционного уплотнения. Также был построен график акцент корреляции от числа дипузоров, в котором также отчетово видно, что так то, что значение акцент корреляции ум между со спектральным уплотнением составляет 0,7, около 0,7 в своем максимальном значении, а у интегрированного метода всего лишь 0,5. Ну и плюс, у нас прибой метода со спектральным уплотнением выше. Также изображение объекта было восстановлено с помощью всего 1000 итераций, потому что уже там, как мы видим из графика, качество изображения не сильно просядет. И видно, что фон чуть более, стал замесен чуть больше, вот, однако все равно изображение хорошо различили. Так, я уже говорила ранее, мелкие детали объекта размываются при восстановлении. Чтобы вообще посмотреть, как размер объекта влияет на качество его восстановления, за различное количество итераций было восстановлено изображение минок, соответственно, ширина штрихов, которая составляла, ну, была близка к минимальной дне волны излучения, с коэффициентами 1, 3 и 5. Видно, что в районе 600 операций у нас уже немножко прорисовываются самые большие стрихи, около 1500, самые большие средние, а при 4500 уже отчетливо видны штрихи пропорциональности минимальной дне волны и кром минимальной дне волны. Однако штрихи пропорциональности минимальной дне волны не всплываются в один. Чтобы было более отчетливо видно, были также построены срезы поверхностей, которые также нам демонстрируют, что при расстоянии между штрихами пропорциональности минимальной дне волны, тут все сливается в один большой пик. Если же мы будем двигать расстояние между полосами шириной, собственно, как на минимальной дне волны, увеличиваемого в два-три раза, станет заметно, что полосы, ну, что штрихи начинают отделяться друг от друга, однако также видно большое уширение мелких деталей при восстановлении объекта. Теперь можно перейти к выводам. Собственно, в данной работе была выполнена основная цель, то есть изображение было восстановлено с помощью моделирования методов антомной визуализации с использованием и к правилам уплотнения успеха структуры от раздонных широколосных регуляционных излучений. Собственно, при сравнении с интегрированными случаями, где обозрение BOT 0, 4, 1, 2, 3, было выяснено, что количество необходимых депозоров можно уменьшить 16 раз, а коррекция от антомного изображения талона увеличивается примерно на 20%. Ну и также, что для успешного разрешения в талии размера равного минимальной дне волны, расстояние между ними должно составлять больше двух минимальных дне волны. Спасибо за внимание. Буду рада отписать ваши вопросы. Спасибо. А вы идите, пожалуйста, на последний слайд. Ваш последний вывод. Меня интересует вас поточки зрения. Это ограничение на две внимания и ненаврования. Оно как-то фундаментальное или это проблема, нарушающаяся ценностей системы? Это проблема того, что у нас спеклоскутура, также в форме наусы. Внутри восстановления у нас идут эти расширения. Этот вывод был сделан чисто на основе приведённых. Ну вот сейчас я хочу узнать природу, господи. Это фундаментальное обвинение или нет? Ну да. Именно то, что в два раза? Да. Ну, получается так. Хорошо, спасибо. Еще вопросы. Я хотел бы поинтересоваться. Вы упомянули о том, что у вас есть какая-то верхняя граница числа необходимых операций, если я правильно понимаю. В самом начале там по 10 тысяч. Ну, это сведнее значение, при котором в литературе останавливается изображение андрей. А есть ли у вас представление о том, чем обусловлена эта граница? То есть, почему им 10 тысяч? Почему там 5 тысяч? Почему не 1 тысяча? Почему не 20 тысяч? Ну, так просто надается. Замечательно. Хорошо. Можно, пожалуйста, 6-ой слайд? Угу. Вот здесь у меня вопрос. Что у вас изображено посередине, где диффузок? Распределение по интенсивности или по базе? По базе. Или по интенсивности? Это изображение диффузоу? Ну, у вас сейчас изображение представлено. Подписывайтесь на диффузор. Что изображено? По базе. В общем, начнись, пожалуйста. Вопрос? Можете, пожалуйста, пояснить, почему были на 80 мм и 1,5 мм? Сначала можно и больше, но вообще просто исходя из данных графиков. Ну, вот поясните, пожалуйста, как исходя из данных графиков? Ну, например, с декабратишным в плане института порядка, видно, что где-то меньше 0,8 мм, у нас слишком большой размер. А, нет, нашла. Вот, то есть здесь у нас слишком большой размер спектру для восстановления. Какая у нас минимальная характеристика объекта. Ну, и пиковая интенсивность тоже компания. При измельчении декабратиционной длины до 1,5 мм она не сильно большая. И так же, ну, и, собственно, по такой же логике, пиковая интенсивность оценивается для технического отклонения высокой поверхности. То есть ищите просто те значения, при которых и пиковая интенсивность позволит достаточно контрастно установить изображение, и средняя площадь этой института позволит хорошо пространственно разрешить наш установленный взгляд. Нет ли такого, что вот эти графики можно было бы представить на одном, например, показать, что где-то условно есть точка пересечения, которая наши оптимальные параметры определяет, или какая-то, какой-то провизион в пределах которого есть параметры оптимальны. Это уже скорее предложение к оформлению, чтобы это было бы чуть более очевидно. Хорошо. Спасибо, что посмотрели. Чего вам будет? Ну, может быть, как-то номера у него. Ну, это предположение, может быть, и... Знаете, эти вольные осяни надо сделать. У нас по иксу, значит, здесь мы совпадаем в масштаб. И сделать справа и слева, но тогда у вас, значит, был уже интервал более длинный. Я хочу, пожалуйста, разогнуться к слайду с корреляциями. Да, вот здесь. И как на основе этого слайда вы определяете то, какое количество у вас уникальных скрепостов будет? Ну, то есть, вот, как вам посмотреть на этот график, понять, что это СУ-16? Ну, вот, мы увидели, наши максимумы единичью, ну и расстояние между ними. Там просто нет. А, между? Чем и чем расстояние? Сюда и сюда. А, значит, что. Вот. И, собственно, мы можем просто вычислить диапазоны, как шарфик из-под чего. Хорошо. Спасибо. Так, да, знаете, какое предложение на этом графике отметить прямо? Вот у меня максимум и минимум, поэтому, например, вот уже там и середина аудитория вообще эти нюансы и не видны. А вот когда обратили внимание, даже там максимум, буквально уже писал. Стрелочки. Так работает? Ну, и еще мелкое замечание. Покажу бы вот эту информацию, ну, ссылки на работе. Если вы хотите, чтобы вы увидели людей, они с ними поработали. Потому что они не считаем. А, да, согласна. Вот так обозначается. Ну, что? Пальфа. Спасибо. Все, спасибо. Так, а у нас... Так, есть еще кто-то? Да, не боже. Вот да. Днеполский Панмаревый Панмаревый привезти на нас. Ага, это не по-возначай. Ну не по-возначай. Все, спасибо. Здравствуйте, уважаемые комиссии. Сегодня я хотел бы представить вам свою цифровую квалификационную работу, заключающуюся в создании макета для антифровки установленного с изобретательной галаграммой объектного угнового фронта. Насчет стуальности данной работы. Галаграфия, как раздел фактической физики, достигла такого уровня развития, что галаграфические методы и подходы отсюда применяются в отличных для галактических сферах объединения. В частности, в хранении данных, защите документов и военной промышленности. А также в искусстве, а в частности в археологии и музейном деле. В последних трех властях галаграфия необходима для сохранения максимального количества информации об объекте. Но помимо записи галаграммы необходимо иметь возможность распровать его. Это необходимо, так как записанный объект может быть втрачен, а имея галаграмму данного объекта, можно будет ее распровать. Для отцеповки объектов применяются такие технологии, как лазерное сканирование, трелендерирование и фотограмметрия. Лазерное сканирование не подходит на наши задачи, так как освещает объект не точечным, а рассеянным источником излучения. В следствии чего объект устанавливается некоррестно. Телендерирование не подойдет из-за трудностей индулирования сложных объектов. Невозможно измерить углы и большое количество переводнений поверхностей. Фотограмметрия же представляется перспективной для решения данной задачи, так как не имеет данных недостатков. И перейдем к целями задачи. Целью моей работы было создать макет для отцеповки основанного с изобразительной программы объектного волнового фронта. Для чего было необходимо решить следующие задачи. Смоделировать углы этого макета и сам макет. По смоделированным элементам сформировать требования, готовить элементы согласными и собрать сам макет. Для апробации макета записать отражательную программу по методу Юрия Николаевича и, наконец, апробировать готовый макет на блограмме и на объекте. Теперь вернемся к фотограмметрии. Ее принцип стоит в определении пространственных координат точек объекта путем измерений, выполняемых по двум или более фотографиям, снятым из разных положений и последующему поиску общих точек на поверхности объекта. Применяется она во многих сферах, таких как создание топографических карт, археологических раскопках и игровой индустрии. Существует множество пакетов программного обеспечения для их целей, например, VR, RealityCapture, iSoft Metashape и другие. К последним достижениям фотограмметрии можно отнести крайне высокую точность моделей городов при аэрофтосъемке. Так как для отсправки белограммы был выбран метод фотограмметрии, необходимо соблюдать несколько параметров. Угол падения света на фото пластинку и расстояние от объектива до манимого изображения объекта. Именно поэтому нам и нужен данный стенд. Первым этапом было моделирование конструкции. Она состоит из максимного основания, необходимой для устойчивости всего макета, статичные большой дуги для крепления источников света и поворотные малые дуги, по которым перемещается камера. В центре всей конструкции установлен держатель для белограмм, позволяющий фиксировать их в вертикальном положении. На конце опоры для света установлен точный источник света, освещающий эту пластинку под углом 34 градуса. После выбора материалов была собрана итоговая версия данной конструкции. При моделировании было принято решение об установке трех дополнительных источников освещения для возможности отцепровки не только голограмм, но и объектов. Для апробации будет записана отражательная голограмма по методу Денисюка. Фотопластинка, соответственно, будет под углом 34 градуса к оптической оси. При записи голограммы и восстановлении изображений именно под этим углом пропускание используем стекла максимально, что дает наивысшую четкость изображения. На данный момент моделирование полученной голограммы будет производиться методом фотограмметрии в программе Microsoft Metashape. Она показала себя как наиболее удобная по интерфейсу и дающая хороший результат даже при относительно небольшой вычислительной мощности компьютера. На данный момент в связи с курс-мажором по электрике на макете график работ сместился и удалось цифровать только объект. По задаче апробации оцифровки голограммы готовы только фотографии, которые я сейчас обрабатываю. И резюмируя на данный момент был создан экспериментальный макет для отстропки восстановленного с изобразительной килограммой объектного водного фронта и произведена его апробация на объекте. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Что такое оцифровка в обновом поле реально? Что хранится в цифровом виде? Надо ли при этом хранить сами килограммы? Какой смысл оцифровки, если килограмма сама по себе хранит информацию? Оцифровка нужна для того, чтобы возможно оценить, количественно оценить поверхность объектов, которые находятся на килограмме. Ну, это реально с предыдущим докладом, да? Да. Смотря на килограмму просто визуально, мы можем оценить ее поверхность только качественно. Для количественной оценки необходимо ее обстановить. Почему Вы называли волнового фронта? Да, волнового фронта вообще? Какое отличие от темы предыдущего доклада? Ну, допустим, восстановление высоты вам конкретно? В предыдущем докладе было сравнение между оцифрованным объектом и оцифрованной килограммой. А у меня конкретная тема работы — это создание для этого экспериментального стенда. Еще вопросы? Так, а что конкретно? У всех такой вопрос. Маркет, вот он работает? Да. Работает вообще? Да, это работает, но из-за неполадки с электрикой он заработал буквально только вчера. Значит, а вот там какие параметры вообще-то? Вы назвали один 34 градуса. С чем он связан? Он связан с углом Брюстера. Это угол, при котором отраженный луч полностью поляризован, и при падении под углом Брюстера отраженной и переломленной лучи взаимно перпендикулярно. Для фотопластинок, которые используются в нашей лаборатории, этот угол равен, по-моему, 56 градусов. И 56 градусов — это ездить считать к нормали у этой фотопластинки. Соответственно, источник излучения расположен на 90 градусов нормаль, и 56 градусов — это угол Брюстера. Соответственно... Я прошу прощение. Угол Брюстера по отношению к падению излучения на поверхность пластинки. Это фотопластинка. А в голодраме какое это имеет отношение? И там же важно еще под каким углом было записано. А от этого, значит, у вас не трудно получать. Вот при записи как раз излучение лазера попадает под углом 34 градуса. И для корректного вставления необходимо соблюсти условия записи, то есть угол падения света на пластинку. Ну, на самом деле, если бы готовый макет, то, как правило, все-таки комиссии хотелось бы увидеть технические характеристики. Значит, вы должны охарактеризовать источник света, все элементы, которые там используются. Технические характеристики. Да или нет? Тогда вопросов будет меньше и будет более понятно, что вы сделаете. Еще вопросы? От задачи можно вернуться? Мне кажется, задачу нужно формулировать предложениями. Не ключевые слова указывать, а предложения. Ну, я... Рассказь о своем... И нет. Продадачи, но... Хорошо. Направлю. Восстановлены возобразительные килограммы волнового фронта. Сум. Не килограмму. Надежда, вы видите, у меня больной вопрос. Так, больной вопрос. Не, я не могу на него ответить. Это пока... Вот, слушай, как в метеоратуре нет. ...сентратевики имей голограмма... Пишут? ...восстановлены... ...да... ...восстановлены... ...восстановлены в метеоратуре и истории. И то, и в румы... Ну, стала использовать. Да, мы в восстановлены в основном, что мы говорим. А да, мы... ...в частности... Я хочу hintar. ...восстановления в Чарвов, с которой он был равный, так что все так уважаемой комиссии будем сейчас вас ждать или завтра сейчас все остаются в присутствии в комиссии допускаем сторонник просим удалить